В регионе растет число преступлений, а раскрываемость снижается. Почти треть преступлений остается безнаказанной. Что делать в сложившейся ситуации, обсудили в прокуратуре округа. 18 июля – день обретения мощей преподобного Сергия Радонежского, одного из самых известных и почитаемых святых. Как православная Россия отмечает праздник, расскажем в первой части выпуска. Белые ночи могут провоцировать общую слабость, нарушение сна и головные боли. Как бороться с аномально светлыми ночами, знают в Госдуме Российской Федерации. В работе правоохранительных органов региона замечены серьезные огрехи. Об этом говорили на заседании коллегии прокуратуры Неницкого округа. Во встрече принял участие глава региона Игорь Кошин, который попросил прокуратуру усилить работу по ряду направлений. Подробности расскажет Дмитрий Щепанов. В регионе растет число преступлений. За первое полугодие криминогенная обстановка заметно осложнилась. Преступлений стало почти в полтора раза больше. Раскрываемость снижается. Почти треть преступлений остается безнаказанной. Оперируя этими цифрами, прокурорские работники весьма критично говорили о работе правоохранительной системы, в том числе и о собственной эффективности. Значительный рост преступлений в первом полугодии на 45%. Снижение раскрываемости, в том числе и по тяжким преступлениям. Отсутствие знаковых дел в сфере коррупции на фоне многомиллионных недостроев в округе. Не выявление фактов организованной преступности свидетельствует о серьезных расчетах по работе правоохранительных органов и недостатках прокурорского надзора. Позитивная динамика тоже прослеживается. В НАО стало меньше кровавых преступлений, убийств, грабежей и разбоев. Несомненно, успех «синих мундиров» – борьба с преступлениями против человека. Правосудие настигает виновных почти всегда. Вместе с тем, с положительной оценки заслуживает организация работы по раскрытию преступлений против личности, в том числе и тяжких, особо тяжких преступлений. Раскрываемость таких преступлений возросла более чем на 7%, превысив отметку 96%. Игорь Кошин попросил прокурорских работников вплотную заняться темой коррупции. По мнению главы региона, преступлений в этой сфере почти не выявляется. Зато загадки на тему освоения бюджетных средств звучат на каждой планерке. В округе только по этому году порядка 450 миллионов рублей просроченных объектов. Это только по этому году. Накопленное количество объектов – порядка полутора миллиардов. Некрайних, невиноватых, деньги бюджетные. В перспективе силовики активнее займутся вопросами охраны окружающей среды, профилактикой правонарушений, особенно насилия, и работой с добровольными дружинами, которые отлично зарекомендовали себя в деле охраны общественного порядка. Дмитрий Щепанов, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Православная Россия отмечает 700-летие со дня рождения Сергия Радонежского многотысячным крестным ходом. Он начался в Подмосковье от Покровского монастыря, где покоятся мощи родителей преподобного Сергия Радонежского. 20 тысяч паломников прошли до палаточного городка на Благовещенском поле близ строицы Сергиевой Лавры, чтобы поклониться святым мощам. Честные мощи Сергея Радонежского были обретены 18 июля по новому стилю в 1422 году, через 30 лет после его кончины. Преподобный во сне явился одному благочестивому мирянину и велел известить у Гумена и братью о том, что лежит он под землей в воде. При большом стечении народа святые мощи были подняты из земли, причем оказалось, что не только тело, но и одежды святого остались нетленными, хотя гроб действительно находился в воде. Мощи преподобного были поставлены в деревянном Троинском храме, а в 1426 году их перенесли в Каменный Троицкий собор Троицы Сергиевой Лавры, где они пребывают и в настоящее время. День обретения мощей преподобного Сергия Радонежского имеет особое значение для православных россиян. Основатель Троицы Сергиевого монастыря, он считается одними из самых известных и почитаемых в мире русских святых. По сути, Сергий Радонежский стал первым святым, который появился на Руси после избавления от татар-монгольского ига. О роли Сергия Радонежского в становлении Руси расскажет епископ Наринмарский и Мизенский Владыка Иаков в программе «Русская Арктика» в субботу на нашем телеканале. К другим темам. Белые ночи могут провоцировать общую слабость, нарушение сна, ослабление функций внимания и памяти, раздражительность и головные боли. Как бороться с аномально светлыми ночами, знает глава Комитета Госдумы РФ по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов. Депутат предложил весьма действенный способ за счет федерального бюджета установить жалюзи на окнах в регионах, где наблюдаются белые ночи. С такой инициативой он обратился в Министерство регионального развития РФ. Ярослав Нилов также направил письма министру здравоохранения и директору Института медико-биологических проблем РАН с просьбой подготовить компетентное заключение о целесообразности подобной идеи. Пилотный проект предлагается запустить в Ненецком автономном округе. В случае признания эксперимента успешным, ему можно будет распространить на другие регионы Арктической зоны России. Сейчас прервемся на рекламу, и вот что вы увидите далее. Видео из Ютьюба стало причиной для внеплановой проверки деятельности одной из управляющих компаний. Подтвердила ли проверка некачественное исполнение обязанностей? Несколько часов стражи порядка упорно боролись с вредителем окружающей среды и мусором. Мой коллега Олег Хатанзийский уверяет, с необыкновенной для них задачей правоохранители справились блестяще. Субтитры создавал DimaTorzok Внимание! Если у вас есть записи на видеопленке, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2, 17, 17. Мы продолжаем выпуск. Отложив на полку пистолеты, наручники и вооружившись перчатками с полиэтиленовыми мешками, что побольше, полицейские вышли на субботник. Несколько часов стражи порядка упорно боролись с вредителем окружающей среды мусором. Под арест попали пластиковые бутылки, окурки, прогнившие палки и стеклянные осколки. Мой коллега Олег Хатанзийский уверяет, с необыкновенной для них задачей правоохранители справились блестяще. Руководитель необычной спецоперации дает последние наставления своим подчиненным и отправляет их на задания. Вот полицейские получают необходимый инвентарь. Боевое оружие сегодня ни к чему. Вместо него перчатки и полиэтиленовые мешки. Ведь в борьбе с мусором все средства хороши. За действием было личного состава 30 сотрудников из разных служб и подразделений. Сотрудники, каждый, который принимает участие в данной акции, он подходит с пониманием. Стражи порядка приступают к делу. Метр за метром они тщательно осматривают территорию. Бутылки, стекло, различная бумага, берег морского порта. После весны требуют хорошей уборки. Мусора действительно много. Конечно, стекло. Это стеклянные бутылки из-под пива, из-под других напитков крепких, гречительных. Ну и также пачки сигарет. Позвольное мусор на берегу. Вообще не смущает ли, что приходится выходить, выбирать? Нет, не смущает. Мы же делаем это на благо города. Строить себя, чтобы наши дети, родственники ходили, здесь было чисто. Многие признаются, что субботник – это не только шанс помочь своему любимому городу, но и некое разнообразие в работе с пользой для здоровья. Да, конечно, очень полезно. Сменить сидячую работу на такой вот общеполезный труд. Потому что стараемся ради себя. Сами же будем отдыхать, приходить, смотреть на реку. Естественно, приятнее, когда все это делается в чистой обстановке. В ежегодной доброй акции «Стражи порядка» уже давно в числе постоянных участников. «Чистые берега» – это шанс избавить от хлама и различных отходов причалы Наринмара. Своим заданием сотрудники полиции справляются успешно. Мешки заполнены, а значит, берег теперь чистый. Всего за пару часов было собрано около 30 пакетов с мусором. Конечно же, на этом их рабочий день не закончился. После полицейские вновь оденут свою привычную форму и отправятся по рабочим местам. Олег Танзейский, Александр Доркин, Телеканал «Север». Видеоролик в интернете послужил причиной для внеплановой проверки деятельности управляющей компании «Коми-сервис». На кадрах житель дома номер 7 по улице Пырерки запечатлел то, как коммунальщики недобросовестно обслуживают свое же строение. Например, не убирают подъезды и двор месяцами, но деньги за квартплату собственников берут огромные. Подтвердила ли эти факты специальная проверка жилищной инспекции, знает Олег Танзейский. «Буду снимать, как у нас коми-сервис, попавшая в первое место, занявшая первое место, обслуживает. Пырерка 7, подъезд. Вот так вот у нас все это обслуживается. Сейчас покажу. Вот у нас обслуживает. И за последний месяц большинство здесь никто не видел. Лампочки не горят. Вот мусор всякий, хлам. Вот преддомовая территория. Вот она преддомовая территория». Автор видео своих эмоций явно не сдерживает. Он уверен, управляющей компанией вовсе не дело до своего же строения. Подъезды грязные, большинство лампочек не горит, а на улице настоящая свалка. Этот дом был сдан примерно год назад. Правда, людей заселяли в него постепенно. Сначала в первый и второй подъезд, а затем через несколько месяцев во все остальные. Именно поэтому без воли и желания жильцов в свои руки дом взял коми-сервис. «У нас застройщиком данного дома был ВМ-инвест, ОВМ-инвест. И оно заключило договор на управление с коми-сервисом. То есть в данном отношении, как бы сказать, действительно, сами собственники не выбирали данную компанию пока, но был заключен вот такой договор, то есть между застройщиком и данной управляющей организацией». Когда этот видеоролик попал в интернет, им заинтересовалась жилищная инспекция. Они опубликовали его на строительном портале, затем организовали внеплановую проверку данного дома с участием представителя управляющей компании. Вот комиссия направляется в первый подъезд. С первого взгляда все даже очень неплохо. Лампочки горят практически везде, лифт работает. Впрочем, выдают полы. «Уборка-то, кстати, вот там какие-то махары грязные. Это я вижу, что полы-то что-то не очень чистые. Скажем так, убираются, но...» А на дверях не установлены доводчики. По жилищному кодексу они должны быть обязательно. Чуть выше этажом инспектор замечает, что практически все электрощитовые не закрыты на замок. А это тоже нарушение. «Должны приборы учета, должны быть закрыты. Места приборов учета должны быть закрыты». Представитель управляющей компании заверил, уборка полов и подоконников в подъездах проходит регулярно. Три раза в неделю. Однако верится с трудом. В углах куча песка, на подоконниках пыль и грязь. Но больше всего в этом доме удивляет то, как он вообще построен. «Этот подъезд поражает на количество строительных ляпов. Вот, к примеру, табло лифта, оно здесь установлено не с головой. Прекрасно видно. Мы нажимаем кнопочку, стрелочка должна показывать вверх. Она идет вниз, куда-то в подвал, хотя его здесь нету. Поднимаемся дальше. А это яркий пример того, что подоконники здесь убирают крайне редко. На нем комары, пыль, грязь и так далее. Когда его убирали здесь, неизвестно. Третий этаж уникален своей лестницей. Здесь все дело в том, что ступеньки имеют различную высоту. Первая выше, вторая ниже, третья еще выше. Вот сейчас мы вам покажем это. Нарушают правила и сами жильцы. Они портят общее имущество на пластиковых окнах, что в подъездах устанавливают спутниковые тарелки. А идущие от них кабели закрепляют прямо на стене. Инспектор все это фиксирует на фотоаппарат, затем делает первые выводы проверки. Ну, не сказать, что управляющая организация ничего не делает. Конечно, придомовая территория в убранном состоянии в данный момент. Находится момент введения проверки. В подъездах видно, что убираются, но, может быть, не так качественно. В свою очередь, представитель Коми-сервис сказал, что свои обязанности они выполняют. Причем добросовестно. А за обслуживание дома коммунальщики берут меньше, чем это было заявлено мужчиной в видеоролике. Вот так вот мы живем за 55 рублей квадратный метр. На самом деле тариф на содержание равняется не 55 рублей, а тариф 48 рублей 94 копейки. Впрочем, действительно оказалось, что изначально в первые месяцы люди платили 55 рублей за метр. Затем тариф урегулировали, и он стал меньше, почти на 7 рублей. Однако сумма задолженности жильцов перед Коми-сервис уменьшаться все равно не стала. Платежеспособность дома очень низкая. За примерно полгода чуть меньше. Долги по данному дому накопились более 7 миллионов рублей. Это много? Это очень много, с учетом того, что в среднее допустимое отклонение, которое у нас есть по другим домам, в управлении находится где-то полтора миллиона. Кстати, в рейтинге управляющих компаний организация Коми-сервис получила самый высокий балл среди других коммунальных компаний Ненецкого округа. Сейчас их репутация однозначно попортится. Жилищная инспекция после проверки составит акт, куда внесется замеченные нарушения. За них Коми-сервис понесет административное наказание. А жителям теперь только остается сделать выводы и решить, хотят ли они, чтобы их домом и дальше управляла эта компания. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Телеканал Север. Снова прервемся на короткую рекламу, сразу после нее продолжим. Открытие намечено только на понедельник, но уже сегодня жители города могут увидеть часть экспозиции. На площадке перед культурно-деловым центром Арктика начался монтаж выставки современного искусства. Мебельные магазины «Транзит». Мягкая и корпусная мебель в наличии и на заказ по каталогам. Кухни, офисная мебель, детские, гостиные, спальные гарнитуры, матрасы, обеденные зоны, светильники, предметы интерьера, ролеты, карнизы, мебель из ротанга. Магазин «Транзит мебель», поселок Факел, юбилейная 98. Мебельный салон «Транзит» в торговом центре на рабочей 4А. Второй этаж, новый корпус. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Мы продолжаем выпуск. Ямал и Ненинский округ выбрали растение «Символ» и оказалось один и тот же. На Ямале в голосовании лидирует морожка «Обыкновенная», набравшая 680 голосов. В нашем округе за морожку проголосовал практически каждый третий участник. Напомню, растение «Символ» выберет каждый из 85 субъектов РФ в рамках патриотической акции «Аллея России». Итогом акции станет открытие 21 сентября «Аллея России» в Республике Крым. Как сообщается на сайте ruspiroda.ru, третье место среди растений Ямала занимает брусника – 255 голосов. Четвертая – клюква, набравшая на 10 голосов меньше, замыкает список голубика. Только 138 ямальцев считают ее символом региона. Как сообщили в региональном управлении природных ресурсов и экологии Ненецкого округа, кандидатами в символы стали также береза извилистая, береза карликовая, луазилерия лежачая и радиола розовая. Лучшего по кроссу, велопробегу и стрельбе по мишеням выбрали в Коткино. Соревнования по велотриатлону, приуроченные к 85-летию Ненецкого округа, организовали сотрудники сельского спорткомплекса «Луч». Бег на 300 метров, езда на велосипеде и стрельба по мишеням из пневматической винтовки. Со всеми этапами эстафеты юный Игорь Артеев справился лучше и быстрее всех, за что и получил первое место. Вслед за Игорем финишную черту переступил Женя Коткин, а тройку лидеров закрыл Витя Кулыгин. Главный судья и директор спорткомплекса «Луч» Александр Романов наградил не только победителей, но и всех участников соревнования. Участники все награждались сертификатами в честь 85-летия округа «Наш Дум Науа». Плюс награждались шоколадками, малыши и победители за первое, второе, третье место награждались грамотами и медалями. Привлечение детей и подростков к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни – основная цель велотриатлона. Выставка современного искусства приехала в Наринмар. Открытие намечено только на понедельник, но уже сегодня жители города могут увидеть часть экспозиции. На площадке перед культурно-деловым центром Арктика начался монтаж инсталляций. Экспозиция будет представлена 13 работами. Организаторы и авторы до последнего не были уверены в том, что приедут в Наринмар. Скульптуры доставили к нам только вчера. Сделаны они с бронзой, металла, камней и других материалов, способных выдержать ненастную погоду. Поделиться секретами создания скульптур могут сами авторы. Из шести человек на Наринмар приехали два скульптора и один кузнец. Выставка скульптуры, которую мы буквально вчера вечером привезли и сегодня монтируем, приурочена к предстоящему юбилею Победы, который будет праздноваться в следующем году. И основная часть экспозиции – это работа, связанная с этой тематикой. Помимо скульптур к нам привезли выставку графики, которую также могут посетить жители и гости северной столицы. Напомним, выставка откроется в понедельник, 21 июля в 16.00 и продлится до 15 сентября.